Доброе утро! Я предлагаю, вы знаете, так, ознакомиться с фрагментом вашего фильма, а потом мы поговорим и о вас, и о вашей работе, и о конкурсе. С удовольствием. Не, ну он такой душевный человек, на самом деле. Ну, не пустой. Не знаю, с кем он. Потом окажется, что... Нет, так часто оказывается. Нет. Не, на самом деле, вот люди расходятся, да, но это не факт, что они, может, они повязаны, на самом деле. В общем, они могут идти двумя какими-то дорогами параллельными, там, сколько там друг друга ля-ля, там, трындеет, там, что-то такое говорит, да. Там, он мне, там, носки не купил, он мне, там, с днем рождения не поздравил, а потом... А потом оказывается, что такая кульминация будет, что мама дорогая. Ну, то есть, получается, конечно же, фразы, вырванные из контекста, не совсем ясны. Расскажите, кто главный герой этого фильма, вообще о чем он? И какое он отношение имеет к экологии? Вы знаете, так получилось совершенно случайно, правда, когда ты делаешь кино, ты же не думаешь, на какие фестивали ты это будешь посылать. Тебе главное рассказать историю, да? А потом, когда я села думать, а куда же его посылать, оказалось, что он подходит под все рубрики. То есть, универсальный фестивальный фильм получился. Да, потому что это человек, который приехал из Башкирии, который родился в Устье, случайно уже в лет 40 он оказался в очень маленькой белорусской деревушке на Полесье, это далеко от Минска, там тоже болото, там тоже озера, там тоже очень влажно и бывает холодно. И в этом месте он почувствовал себя очень хорошо, хотя он путешествовал по всему. То есть, нашел свое место в жизни? Да, и решил купить там. Получается, и в прямом переносном смысле? Абсолютно. Вот человек был на Хамчатке, и на Урале, и в Крыму, но вот хорошо он себя почувствовал именно в этой маленькой-маленькой заброшенной деревушке, фактически умирающей. Он купил там хатку, остался, стал изучать это место и понял, что место очень древнее, что там всегда жили люди, еще с Средневековья, там были торговые пути, там было производство. Но в том числе там немцы сожгли четыре деревни, так же, как Хатынь вместе с жителями. И вот эта деревушка, она восстановилась, к которой он пришел, жизнь туда вернулась. То есть, она продолжает жить. Да. А соседняя, совершенно чудесная Вяда, которая называлась от слова Веда, древнего такого славянского слова, она не восстановилась. А место было чудесное. И доплыть сейчас туда можно только по озеру. Поскольку все-таки он человек был спортивный, у него был вид серфинг. Ну, я сейчас по нему замету. Да. Он туда плавал, потому что вокруг болота все заросло, и туда местные как-то не добираются. А когда он там жил летом, то песок выдувал, то бусинку, то крестик, то колечко. И вот он стал интересоваться этим местом. То, что он находил, он собирал в ладошку, привозил на большую землю и создал в своем сарае музей полевского быта. А потом он захотел в память о тех людях, которых сожгли немцы, и которых как-то, как обычно, местные не очень хотят помнить и знать, хотя, в общем-то, это их родственники. Но он решил построить часовинку. И стал ее строить. Он человек, который приехал. Приехал, да. Но у него есть корни. То есть он только проникся. Оказывается, у него есть белорусские корни. Как часто это бывает, это одни из ссыльных были белорусов, которые перед Первой мировой войной сослали на Урал, Сибирь. То есть корни все-таки позвали. У нас, поскольку время на нашем прямом филе ограничено, скажите, в интернете можно посмотреть? Нет, конечно. Потому что только-только-только-только сделан фильм. Это у нас фактически первый фестиваль. И пока у него будет фестивальная жизнь в ближайшие год-два, конечно, мы хотим... Как он называется? Он называется Вяда по названию деревня, которую сожгли. Ну, в общем, коротко расскажу, что церковь он построил. Он даже женился на чудесной, очень красивой женщине, которую мы видели в Кадре. Но их пути в чем-то разошлись? Потому что дело жизни требует полной отдачи. А у женщины четверо детей, с которым нечего есть. И не всегда есть, достаточно терпения. Но, смотрите, режиссура – это дело вашей жизни. А вы, поскольку являетесь победителем всевозможных кинофестивалей, телефестивалей, вы можете раскрыть секрет, в чем успешность фильма? Как его сделать успешным? Именно документального фильма. Ой, знаете, вот этот фильм получился действительно удачным, но это, честно говоря, мне кажется, случайно. Так бывает. А все ли фильмы ваши вам нравятся? Ну, нет, конечно. Ну, нет, конечно. К сожалению, есть проходные работы, есть заказные работы. Вот мы недавно делали заказную работу про водоканал. Такое важное предприятие для любого города. Тут вот вода. Без воды и не туда, и не сюда. Да, ну, это, конечно, работа ради денег. Но сказать, что я горжусь этой работой, хотя, конечно, я делаю это по-честному, но такая заказная работа. Ну, да, да. Как вы находите героев? Кто-то, где-то встречаете, в новостях, я не знаю. Везде, везде. Везде. В новостях. Каждый фильм тянет другой фильм, потому что ты все время это ищешь. Отбирая иногда героев для одного фильма, вот я в прошлом году работала на очень большом проекте международном, может быть, вы и слышали, есть такой огромный документальный фильм «Хьюман», делали французы, человек, что такое быть человеком на земле. Они снимали 50 стран мира, разные проблемы, война, любовь, ревность, смерть детей. Ну, то есть, чем сталкивается человек? В общем-то, это интервью, потрясающие лица со всего мира, основном азиатские, конечно, на что мы реагируем, да, европейские. Сейчас больше всего. Да, они вот поснимали и решили сделать такой фильм «Вуман», что значит, были женщины на земле, потому что они поняли, что женщины более эмоциональные, женщины, которые говорят, страдают больше. Женщины красивые, женщины талантливые. Да, но еще и страдают, потому что мужики пьют, дети болеют, знаете, работают тяжело. Причин всегда предостаточно. Ой, и не всегда находится своя половинка, ее найти очень сложно. Мы сейчас, кстати, вот желаем, чтобы каждый свою половину обрел. Скажите, вот в документальном кино, вот что важное? Вообще, вот что помогает его сделать, наверное? Вы знаете, важен человек. Я поняла, что вот человек, есть человек, есть герой с харизмой, с характером, с юмором. Будет фильм, нету человека, то есть я всегда, конечно, ищу человека. Да, тема, конечно, важна. Ведь даже водоканал, это прежде всего люди. Да, все, и телевидение тоже. Мы согласны, мы желаем, чтобы вы с вашей работой, и разумеется, те коллеги, которые вместе с вами создавали этот продукт, я сейчас говорю о Юрии Докучаеве, который находится в Беларуси, огромный привет ему передает. Да, он оператор этого фильма, кстати. Оператор этого фильма, да. Вот мы желаем, чтобы вы поднялись на пьедестал почеток. Спасибо. Ну и воспоминания Ханды Вансисте хранились долго-долго, и вы еще не приехали бы сюда и нашли героя здесь. Спасибо. Хорошее пожелание. Большое спасибо вам, хорошего дня и до новых встреч. И вам. Дякую.